Мы сталкиваемся, и это действительно большая проблема, с дискриминацией. Дискриминацией наших граждан, дискриминацией нашего государства. Вопрос о параллельном импорте сейчас для нас стал чрезвычайно важным и актуальным, потому что санкционное давление и отказ выполнять обязательства по сервисному и гарантийному обслуживанию машин, самолетов, двигателей, бытовой техники, конечно же, будет вынуждать нас находить альтернативные источники поставок оригинальных вещей, поэтому в определенных сегментах параллельному импорту, конечно же, быть. Под параллельным импортом депутат имеет в виду отправку в Россию без разрешения производителя. Минпромторг опубликовал список из 79 категорий товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешений от производителей. В список внесли товары от удобрений до одежды и сложной электроники. Прямым текстом чиновники не писали, что в Россию теперь можно без разрешений завозить бытовую технику и автомобили. Нет, они их просто вписали в изделия из алюминия. По словам чиновников, Минпромторг создаст в так называемых дружественных странах компании, которые будут легально закупать всю необходимую для России санкционку там и отправлять ее в Россию. Чиновники еще не решили, какая страна станет таким посредником. Пока что список кандидатов такой. Казахстан, Китай, Армения или Турция. Турция с начала полномасштабной войны помогает России с авиаперелетами. Из всех стран НАТО Турция единственное не закрыла авиасообщение с Россией. Теперь в Турции еще и будут ремонтировать самолеты российских компаний. А чтобы не подставлять своих перевозчиков, Турция в апреле этого года запустила две авиакомпании. Которые будут летать только в Россию. Это Southwind Airlines и Mavic Geog Aviation. Они должны справиться с запросами российско-турецких турагентств Pegas, Annex и Coral Travel. Хоть европейские страны и закрыли свои порты для российских танкеров, морской экспорт российского топлива по-прежнему на довоенном уровне. Помогает его держать Греция. В апреле этого года около половины танкеров с российской нефтью отплыли из России под флагами Греции. Это в три раза больше, чем в апреле прошлого года. Каждый день Россия вывозит морем нефти на полмиллиарда долларов. А как в Россию товары завозят? Особенно для частных пользователей. Через обычную службу доставки. Заходите на сайт какого-нибудь мейл-форвардера, покупаете через них то, что вам нужно, а они привезут вам посылку в обход государственной почты. Единственная загвоздка – оплата. Если компания принимает российские карты, то проблем нет. Если нужна зарубежная виза или мастер-карт, то придется еще немного раскошелиться. Нет, не нужно ехать в Узбекистан, чтобы регистрироваться в местной налоговой и открывать там банковский счет. Достаточно купить анонимную виртуальную карту визы или мастер-карт. За это вы заплатите примерно 15% от суммы на карте. Зато никаких вопросов и документов. Оплатить можно через любую криптобиржу. Есть вариант проще, но и ассортимент там поменьше. Купить, к примеру, санкционные телефоны можно даже через курьерскую службу СДЭК. Она возьмет оплату карт Емир и привезет вам телефон из Турции или Арабских Эмиратов. Айфон, правда, через СДЭК вы не купите. Эпл отслеживает все свои устройства и может выяснить, какая компания нарушает санкции. Для таких заказов просто найдите компанию поменьше. И не сомневайтесь, за деньги всегда найдется тот, кто нарушит для вас закон.